Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители. Приветствую вас на моем канале. Сегодня на обзоре Xiaomi Note. Интересный смартфон, на мой взгляд, можно сказать, гигант, 5,5 дюймов. До этого был 5-дюймовый максимально Xiaomi Mi 3, если видели обзор на моем канале, то этот, можно сказать, чуть поболее. Не то, что чуть, а поболее. На примере того же красного риса, вот смотрите, 4,7,5 дюймов, насколько велика разница. Ну, конечно же, дисплей выделяется. Здесь более темный, можно сказать, черный, насыщенный. Не знаю, видно или нет, но на красном рисе он такой немножко сероватый. Цвета более бледные. То здесь необычное покрытие, такое, можно сказать, темное. Покрытие олеофобное, конечно, присутствует. То есть, легко вытираются отпечатки пальцев. На примере, видим, я оставляю отпечатки пальцев, если видно, то легко не вытираются. Обычной тряпочкой буквально два раза взмахнули. И здесь все идеально, можно сказать, идеальнейшее стекло. Это плюс данного смартфона, то есть, будет отталкивать жир, влагу, потные руки и так далее. Ну и стиль, конечно же, Panda. Двухцветный, то есть, тыльная сторона в белом цвете, имеет необычное вкрапление, еле заметно первомутровое, как на Huawei Honor 3C. Можно сказать, с одной стороны, ангел такой беленький, пушистенький, но никак он не выглядит дешево. Видно, что здесь все добротно собрано. Сборка на пятерку, все идеально, ни люфтов, никаких скрипов здесь не может быть. Я его тестировал практически неделю, здесь все идеально. И на передней стороне, можно сказать, более агрессивное лицо, имеет черный монолитный цвет. Фронтальная камера расположена, динамик для прослушивания. Три кнопки программные, основная кнопка меню, домой и назад. Кнопки с подсветкой, тем самым не намекая, что это бюджетность какая-то, как в красном рисе и так далее. Кнопки яркие, видны хорошо и днем, и ночью. К меру тонкие рамки, то есть около 4 мм, не кажутся слишком тонкими, но не такие толстые, как опять же в красном рисе. Первое ощущение, то есть дектильное, когда берешь смартфон в руки, самое правильное морское чувство. Когда вы покупаете или просто берете смартфон в руки для ознакомления, если вам он уже нравится, то это, можно сказать, уже правильное направление. Первое чувство, как говорят, самое правильное. То есть, когда покупают какую-то вещь или смартфон, к примеру, машину, если уже вам что-то нравится в машине, значит это уже, можно сказать, правильное направление. Так как и смартфоном. Я его в руки, когда взял, у меня уже, можно сказать, было ощущение, что это именно то, что нужно. Смартфон вызывает позитивные чувства, то есть чувство доверия, уверенности. В данном случае это все присутствует. Смартфон выглядит, конечно, красиво. Углы завалены, тем самым в руках держать его удобно. Он не такой острый, можно сказать, как Xiaomi Mi 3. Это хорошо. Не такой толстый в меру, порядка 8 мм. При том, что батарея тоже объемная. Вот здесь открывается от гнезда, то есть слегка придавливаем и открываем крышку. Легонечко открывается, не сложно. Крышка тоже белая, обычная, стандартная. Слегка гнется, то есть в меру. Кнопочки программные, тоже все стандартно. Находится на прежнем уровне, то есть на правом торце. Если мы так держим, кнопка включения смартфона, то есть блокировка смартфона и разблокировка. И качелька громкости, все металлизировано, но пластик, к сожалению. Можно на эту кнопку, то есть качельку громкости задать разблокировку самого смартфона, то есть пробуждение. Это плюс данной компании. Логотип MIUI утоплен в пластиковую крышку, то есть не сотрется. И в металлизированной такой отделке. И решетки под динамик. Динамик громкий, чуть позже продемонстрирую. Вот таким образом смартфон выглядит без крышки, то есть под капотом. Стандартно пломбочка MIUI всегда присутствует на всех смартфонах в оранжевом цвете. Две симки стандартные. Одна из них, к сожалению, у меня микро, но с адаптером как стандартная помещается. MicroSD до 64 гигабайт расширения. Но нет такой возможности. Проверял, 32 работает отлично. Батарея большая, чуть позже к ней вернемся. В моем случае модель TDC-DMA, то есть под китайские сети, в 3G-сетях наших не будет работать. Но обычные сим-карты, то есть GSM-модуля, без проблем будут работать. В Украине, России, Беларуси, Казахстан, то есть без проблем можете пользоваться стандартным оператором. Но без поддержки 3G. Так как у нас в Украине они не особо развиты, поэтому я не вижу в этом смысла. К сожалению. Но, опять же, как есть, так и есть. Стандартный интернет работает на стандартных симках отлично. Камера на 13 Мп, камера хорошая, со вспышкой, работает отлично. Чуть позже продемонстрирую. Я думал, что камера, возможно, будет чуть дешевле, чем у флагмана Xiaomi Mi 3. Но все отлично выглядит. Снимки я вам чуть позже продемонстрирую. Возможно, это та же камера. И по батареи. Батарея не маленькая. Видим, большая батарея, то есть объемная. Не тоненькая, не толстая, можно сказать, средняя. Порядка 4 мм, но батарея большая, то есть по площади. И по мАч. Видим, батарея 3100-3200 мАч. Более, чем достаточно. Если смотрели мой обзор GAU G4S, там батарея 51 грамм весила, при том, что она 3000. Вот, смотрите, сколько весит эта батарея. 61 грамм. Практически на 10 грамм. Вот, смотрите, в чем разница. Я считаю, что батарея действительно 3200 мАч. Ну, GAU, если смотрели обзор, я говорю, что там никак не 3000. Порядка 2800, ну, может, 2750. Но никак не 3000. То есть здесь все по-честному. Батарея у меня проработала 2,5 дня. В хорошем, можно сказать, режиме. Я вам чуть позже продемонстрирую результаты. Давайте поместим ее обратно. Закроем крышку. Крышка легко одевается в виде каркаса. То есть слегка раз, защелкнули. Все, не надо там по периметру зажим, какие-то прижимать. Все просто. Аккуратненько одели. По кнопкам навигации я уже объяснил. То есть стандартная качелька громкость. Здесь у нас микрофончик отверстия, наушники 3.5. Левая сторона пола, ничего нет. Еще один микрофончик скрывается здесь снизу. И расширение под USB. То есть зарядка, синхронизация с компьютером. Все выглядит просто, понятно, доступно. В руках, как я уже говорил, смартфон держится отлично, удобно. Не выскальзывает из рук, не давит, ни на какие грани не надавливает. Слегка завалено. Очень хорошее решение. Если честно, есть варианты в красном цвете. То есть задняя крышка и белый. На мой взгляд, белая крышка самое оптимальное решение. То есть отпечатки пальцев видны, но легко вытирается. Не так заметно, я думаю, будут как на красном цвете. Ну и хорошо, что нет черного глянца, который якобы уже отходит. Потому что не совсем удобное решение. Даже при том, что здесь, можно сказать, такой полу-софт-тач, полуматовый. На красном рисе, но отпечатки пальцев видны. Но если посмотреть на эти два смартфона, то есть внешне, не знаю, видна ли на камере разница. Но здесь, конечно, дисплей на порядок насыщенней. Можно сказать, ярче. При том, что ярко стоит порядка сейчас, ну, 40%, возможно, видно чуть больше. Подсветка клавиш присутствует, как я уже говорил, в красном цвете. Вот они видны. Если нажимаем, то здесь они просто нарисованы. Можно сказать, бюджет нас просматривается. Вот здесь именно они подсвечиваются равномерно, без светов, то есть без выгорания глаз. Очень удобное решение. Интернет, то есть присутствует Wi-Fi, стандартно все. Датчики присутствуют, приближение, освещенности, уведомления. Как всегда у Xiaomi присутствует порядка 9 цветов. От белого до, можно сказать, фиолетового. Вот так вот выглядит. Если что-то хотим добавить, то просто берем, перетаскиваем и вверх в основной список. Очень удобное решение. Вот так выглядят оба смартфона. Конечно, 4.7 диагональ, можно сказать, карликом смотрится по сравнению с 5.5. Но и дисплей здесь намного интереснее. Здесь более цвета такие, можно сказать, ну, не сказать, что они бледноватые, но нет такой насыщенности, как в этом смартфоне. Дисплей IPS выполнен по технологии OGS, это плюс данного смартфона, то есть без воздушной прослойки. Для глаз более приятно, можно так сказать. Не знаю, каленое ли стекло, но стекло хорошее, с олеофобным покрытием, приятно для глаз. Данное решение имеет темный такой насыщенный цвет, не серенький цвет, как более дешевые смартфоны. При том, что красный рис всегда, конечно, позиционировался как более дешевый смартфон. Но все равно здесь стекло на порядок выше уровня. Есть, конечно, немножко засветы, то есть не по краям, как у дешевых смартфонов здесь такого нет, а именно по углам. Конечно же здесь не OTS, но не знаю, видно или нет, но слегка присутствует, можно сказать, в таком белом цвете, засвеченном серой цвета. Но при прямом просмотре, как многие мы пользуемся смартфоном, такого, конечно, не наблюдается. Отличный дисплей, мне очень понравился. Яркие подсветки клавиш, давайте по настройкам посмотрим. Здесь все стандартно в основном, как у Xiaomi. Два подпункта основные и много, можно сказать, основных пунктов. Видим название девайса. Redmi Note модель 4.2.2 версия Android. CPU видим 1.4, то есть немножко урезанный. С логотипом M основной был до 1.7, MTK6592. Этот до 1.4. 1 гигабайт RAM памяти, 8 встроенной памяти. Ну, версия ядра и основная есть обновление системы, но пока ничего не было найдено. Я тоже изначально, когда получил телефон, думал, хватит ли 1 гигабайта. В принципе, хватает на все нужды. Есть очистка кэш, очень удобно. Можно как стандартно по кнопке, то есть, видим, у нас остается порядка 400 мегабайт. Или есть программы для более детальной очистки security. Здесь более детально чистит кэш. Всевозможное то, что мы запускали. Память подчищает, очень удобное решение. Буквально за секунды оптимизировали. Очень быстро помогает. Также есть по настройкам на вируса проверить. Можно по батарее множество настроек. Можно задать стандартные, по дефауту, более щадящий режим. В моем случае я поставил на performance. Есть вот такая технология в настройке самой батареи. Сейчас продемонстрирую. Вот так вот заходим в батарею. Здесь есть щадящий режим, то есть, CPU Power Saving. Если вы не пользуетесь более сложными приложениями, то есть, игры не играете и так далее, то лучше ее, конечно же, включить. Очень удобно. Тем самым, не напрягая ядра, будут задействованы буквально пару ядер. Если собираемся играть в игры или что-нибудь более тяжелое запускать, то, конечно, лучше ставить именно производительность. Никак не меньше запускать. Можно и по батарее поставить performance, то есть, максимально высокая производительность. Из коробки все, что надо, было уже установлено. То есть, Play Market рабочий, всевозможные приложения. Все, что надо, можно уже запускать, пользоваться. Звук всегда у Xiaomi был приличный. То есть, и внешний динамик, и в наушниках. На примере продемонстрирую, как работает внешний динамик. Я считаю, более чем достаточно. Ни тихо, ни громко, можно сказать, на средних настройках, но довольно-таки уверенно. И звук такой с легким эффектом басов. Не знаю, слышно ли на камере. Но слышно довольно-таки громко. А в наушниках всегда Xiaomi выглядят, можно сказать, выше на уровень, чем все остальные смартфоны. Звук отличный, с легким эффектом басов, частоты прослушиваются. Даже обычные стандартные стоковые наушники очень прилично звучат. Не говоря уже о Xiaomi Piston и так далее, всем известной от компании. Давайте, друзья, наверное, начнем с теста Antutu Benchmark. В первую очередь, китайские приложения, если кто не знает, очень удобно работают. Конечно, не всегда корректно отображают по датчикам. Но в основном китайские приложения всегда показывают правильно, честно. Видим, набирает 24272 Xiaomi Redmi Note. Более подробно посмотрим по настройкам. Видим Xiaomi Redmi Note 422 версия Android. МТК 6592, Mali 450 MP, можно сказать, более новый видеоскоритель. Разрешение дисплея 1280 на 720, HD камера 13,1 Мп, хорошая камера, чуть позже продемонстрирую. Память у нас 1 ГБ АЗУ и якобы как 8 ГБ внутренней. Но остается нам порядка 6 ГБ. И частота ядра, видим, до 1,4 ГБ, то есть 1365 МГц, 8-ядерный, конечно же, процессор, архитектура ARM, почему-то обозвали матрицу TFT, хотя матрица IPS 5,5 дюйма, 320 точек DPI, 5 Мп, камера фронтальная. Ну, по ощущениям, где-то порядка около 3. Разрешение видео, то есть при записи максимально Full HD. Камера с аппаратурой, видим, 2,2, неплохо для данной камеры, охват неплохой, то есть температура 34 градуса на процессоре, в меру греется. Телефон весит 199 грамм, ну, я проверял там практически разницу в 2 грамма, при том, что батарея у нас, как видели, немаленькая. Вот так вот, если на весы прикинуть. Давайте, наверное, еще посмотрим CPU-индификатор. Программа, можно сказать, более точная, но она повторяет Antutu, то есть, все по-честному. МТК-6592, видим 8-ядерный процессор с частотой до 1,4, 1 гигабайт RAM памяти, Mali-450, здесь все по-честному. О процессоре MediaTek, дата производства, Mali-450, версия Android в процентах соотношения батареи, ну, можно сказать, температура 35 градусов на процессоре более детально. О процессоре Cortex и рейтинг процессоров от стандартных до более заряженных, можно сказать, мобильных, Snapdragon и так далее. Antutu тестер, тоже можно посмотреть LCD тест, то есть, набитые пиксели, как цвета отображаются, здесь все правильно, без искажений, без засветов. Хорошо, что дисплеи у Xiaomi всегда даже более дешевые, те же красный риск, которые поставляются, все равно дисплеи не суперкласса, высокого, но дисплеи всегда без засветов, это приятно. Не так, как у более даже дорогих китайских смартфонов, засветы по углам иногда просматриваются. Мультитач на 10 касаний я проверял, возможно, не поймает 10, так как вот есть 10 касаний, видим, здесь все по-честному, более чем достаточно. Основная информация тоже повторяет, поэтому смотреть ее мы не будем. Давайте, наверное, друзья, посмотрим по тестам, как я тестировал батарею, более детально покажу заряд-разряд, видим, проработал 2 дня 10 часов батарея у меня, при том, что я нагружал довольно-таки серьезно смартфон, можно сказать, практически полдня осталось 3%, при этом, здесь небольшой скачок, я подключал USB кабель для скидывания музыки, ну, это минут, наверное, на 8, максимум 10. А в основном все корректно отображается, очень много интернета у меня было, настройки тем, так как я тему увидели, модифицировал по-своему, здесь все по-другому, можно сказать, под красный цвет все сделано, щадящий режим сделал, то есть ничего лишнего, клавиатура продемонстрирую тоже в темном цвете. Вот таким образом видим, сколько дисплеев проработал, 7 часов, 2 минуты, я считаю, очень хороший показатель, при том, что осталось еще 7%, видим, здесь уже 4%, как работал, и при этом не включенный был щадящий режим, то есть, работал на пол. То есть, максимальная нагрузка на ядро, если это было включено, то еще, можно сказать, было бы более экономно. И по навигации, навигация тоже работает отлично, вот возле окна, я не на улице, просто возле окна стоял, поймал 4 спутника, и очень высокий видим показатель, то есть, прием 40, 44, максимально 45 было, и спутники постоянно обновляются, ничего не отвалится, так как Xiaomi, если можно сказать, вылезано идеально. В данном случае, все отлично работает. И давайте по фотографиям покажу. Видели вы, наверное, мой обзор на Xiaomi Mi 3, я показывал, как работает фокусировка, то есть, не подгоняя ее, в данном случае, видите, я направил на прищепку, как это было показано в Xiaomi Mi 3. И просто на прищепку, она фокусируется конкретно на прищепке, если я чуть выше поднимаю, буквально на пару миллиметров, до 5 миллиметров, фокусируется задний план. Видим, насколько четко все просматривается, отличная камера, если честно, даже я особо раз не видел вот камеры, которая была у Xiaomi Mi 3, там камера примерно такая же, тяжело сказать, такая же она или нет. Вот видим задний план, как я уже говорил, у JU-G4s, если видели мой обзор, как я не пытался сфокусироваться на этой прищепке, она просто не хотела на ней фокусироваться, только задний план. То есть, здесь, конечно, камера отлично работает, здесь не OmniVision, здесь хорошая камера. Ну и пример ночной съемки продемонстрирую, насколько детально все видно, отлично. Вот, код, обычная игрушка, видите, насколько видно хорошо, и банк просматривается хорошо, и ворса видна, то есть, камера отличная, ночная съемка. Машинка моя тестовая, тоже и номер просматривается, видны волоски на этих птичках, все отлично. Я считаю, одна из лучших камер, которые я встречал, эта камера однозначно лучше, чем в JU-G4, хотя она тоже якобы 13, видно, просто здорово. Пример яблока, именно правильно, видите, освещение, не засветов, ничего, и детализация просто отличнейшая. Тестовая моя подкова, то есть, я всегда тестирую по детализации, тоже отлично видно, ночная съемка лампы. Все присутствует, шумы слегка заметны, но, опять же, только слегка. А в основном, выглядит просто отлично, снимки видео я вам продемонстрирую. Вот пример на улице, как снимает камера, правильное освещение, даже вот цветок, насколько детализировано, такое ощущение, что снималось на зеркальную камеру. Просто здорово, вот структура даже лепестка, видите, насколько отлично. И именно веточку видно, а не видно заднего плана, того, что именно то, что надо мне, то и фокусируется. Я считаю, отлично снимает камера. Вот, iPad тоже на кухне, брат, новости смотрел. Клубника, тоже отлично видно, ворсинки видно, замечательно, я считаю, камера снимает. Для тех, кто рассматривает камеру, отличнейшее решение. И пример с балкона, порядка 100 метров, возможно, даже дальше. Вот, аптека, тоже видно отлично, я считаю, здорово. Для такой камеры макросъемка, вот спичечка, прям видно, насколько эта древесина просматривается. Ну и пример прищепки мы уже видели. За время тестирования мной никаких проблем не было, ни с Wi-Fi, ни с симками. Все отлично, идеально работает, по-другому у Xiaomi не бывает. Бывают, конечно, у других смартфонов какие-то проблемы. То здесь все вылизано, есть даже такая опция, ну это темы основные, можно их менять. Их очень много, вплоть до обычных локскринов, видите, я тут изгалялся, тут HTC, я от Lenovo делал полностью, необычное. То есть, я подбирал вручную, можно настроить и локскрин отдельно, так как и вам нравится. И те, что предустановлены у меня, видите, можно все менять на свое усмотрение, вплоть до статус-бара. Очень много настроек и они все оригинальные. Можно сделать настолько телефон неузнаваемым, на ваш вкус, как говорится. Вот такая вот штука есть, сейчас покажу, если найду. То есть, по отзывам, если какие-то проблемы отсылаете, ну это по защите, вот фидбэк, вот такая вот система у вас, если плохо работает, проблемы с сетью или еще чего-то, с звонками у вас проблемы. Оставляйте отзывы, это хорошее решение, так как люди всегда работают, обновляют свою систему. Поэтому поддержка, я считаю, лучшая у MIUI, из тех, что я встречал у китайских смартфонов, конечно, ни у кого такого я не видел. Это, я считаю, лучшая поддержка и настолько вылезана операционка, можно сказать. И столько у андроида сделали такую необычную оболочку с такими вариантами настроек. Здесь столько всего, много нового, необычного, вплоть до световой индикации, как я уже говорил, до 9. По защите, по блокировке, есть множество настроек по доступу, то есть, кто вам будет звонить, по спаму, там, просылать всякие смс-ки, там, к примеру, кейвстару, лайв, там, всякую ерунду, там, мелодии, там, установите. Можно это все заспамить, то есть, заблокировать, чтобы это никак не приходило вам и даже не напрягало вас. Очень хорошее решение. Фонарик тоже, можно сказать, неплохой, в меру яркий, не очень яркий, но более чем достаточно, видите. Светит хорошо, освещает отлично, не за светом, не надо его подстраивать, работает просто отлично, можно сказать, более чем достаточно. Звонилка выглядит вот таким образом. Я изменил, то есть, в темном фоне поставил, более привычный мне, нежели яркий, белый, как у iPhone, такой, чем-то необычный был. Тоже можно настроить и звуковые всякие эффекты, пианино и так далее. Очень удобно все сделано, анимация тоже плавно работает, быстро, я считаю, более чем достаточно. Музыку отсюда можно загрузить, можно загрузить просто из блокировщика, то есть, вот так вот, кто не знает, включается обычно смартфон, двойным табом и отсюда запускаете музыку. Очень удобно. Отличное решение или просто разблокировать вот таким вот образом. Друзья, восьмой асфальт, максимальная графика, продемонстрирую. Вот видим, высоко, то есть, максимальная графика. На одном гигабайте RAM памяти более чем достаточно, игра играется отлично. Если видели мой обзор на GAU, опять же, G4, там 2 гигабайта RAM памяти, 16 встроено, но при тех же примерно характеристиках, даже процессор, можно сказать, чуть побыстрее, игра работала неплавно, но это, можно сказать, адаптация, так как у GAU иногда бывают проблемы с прошивками, вот, то Xiaomi, конечно, здесь все намного проще, можно сказать, более вылизано. Видим, отлично работает, максимальная графика. При одном гигабате и плюс при таком разрешении, можно сказать, HD более чем достаточно, здесь не нужен Full HD дисплей. Игра работает стабильно, от 20 до 35 кадров более чем достаточно. Видим, отлично работает, все эффекты присутствуют, максимальная графика, всегда приятно, когда берешь смартфон в руки, и он уже из коробки, то есть, не лагает, не надо ничего допиливать в нем. В данном случае, видим, все отлично работает, без всяких, можно сказать, танцев с бубнами, более чем достаточно. Оба кто-то там в воздухе взорвался. Ну, это на уничтожение, видим, отлично работает игра на максимальных настройках. На большой диагонали более приятнее играть в такие игры, то есть, при большой диагонали всегда приятней, не так как на 4-дюймовом четверть экрана закрываете пальцами, то здесь все отлично выглядит, более чем достаточно. Видим, отлично. Эффекты все присутствуют, даже при том, что 1 гигабайт RAM памяти, игра никак не тормозит, не напрягает процессор. Так что, кто рассматривает для игр, могу смело рекомендовать. Данное решение отличнейшее. Есть, конечно, конкуренты Lenovo A850+, но там дисплей намного проще, камера там всего 5-мегапиксельная. А в данном случае, конечно, разница всего порядка 40-50 долларов, но эти 40-50 долларов отлично, можно сказать, вписываются в стоимость смартфона. То есть, цена-качество, вы получаете замечательнейшее решение. Производительную батарею, видим, в игрушках просто замечательно все выглядит. При том, что железо, можно сказать, никак не слабенькое. Отлично, здорово. Какой-то зомбак подкрался сзади. До свидания. И вот, давайте посмотрим, сколько у нас осталось. Видим, у нас осталось 140 мегабайт, при том, что играли игрушку, тоже довольно-таки тяжелая, нелегкая. Как я уже говорил, можно security очищать вот таким вот образом. Память, как бы, гига немало, но всегда лишней памяти не будет. Тем самым очищаем кэш, память и так далее. Оптимизировали и на выход. Если, друзья, подвести итог, смартфон мне однозначно понравился. Отличнейшее решение. Кто думает о покупке, могу смело рекомендовать. Замечательный смартфон за ту стоимость, что он стоит. Я считаю, замечательнейшее решение. Две сим-карты поддержкой, MTK6592. Довольно производительное железо. Камера просто замечательная. Звук тоже, можно сказать, выше всяких похвал. Замечательнейшее решение. Диагональ 5,5, конечно, на любителя. Не каждому понравится. Но для меня 5,5,5, можно сказать, норма. Для меня 4 дюйма маленький. Так как серфить по интернету, это все время постоянно зумировать. Даже тот, что 4,7, видим, насколько он маленький. Рядышком, если посмотреть. То 5,5,5 дюймов отличнейшее решение. Здорово смотрится. Более чем достаточно. Все понятно, доступно. Ну, не знаю, кому как. Я одной рукой достаю без проблем. Видим, все делаю более чем достаточно. Смартфон также не толстый. Порядка 8 миллиметров. Толщина не выглядит. Он таким толстым бруском, как тот же GAU. Там батарея 3000, но опять же, там толстенький смартфончик. Даже, можно сказать, больше 1 сантиметра. Там 10,1 миллиметр, если я не ошибаюсь. При том, что батарея 3000. Но модель все-таки там более устаревшая в плане эргономики. Модель еще позапрошлого года. То есть, еще из первых. На МТК 6589. Этот выглядит более свежо. По цене примерно одинаково стоят смартфоны. Но все-таки Xiaomi прошивка без всяких конкурентов, как говорится. В ней конкуренции тот же Lenovo 850. Более дешевый, можно сказать, вариант. Так как там и дисплей, и не HD. Он более тусклый. За камеру я не говорю. Там камера отличная, 5-мегапиксельная. Можно сказать, лучшая. Но с этой, как бы, даже нечего сравнить. Говорится, земля и небо. И, конечно, хорошее решение эргономика. Очень удобно. Убыть завалена. Не давит, к сожалению. У Xiaomi Mi 3, можно сказать, они островаты. Ну, не каждому понравится. Но это дело привычки. В моем случае смартфон отлично лежит в руке. Здорово. Удобно. Белый цвет практичен. То есть, отпечатки пальцев видны. Но легко вытирается. Леофобное покрытие легко вытирается. При том, что буквально за 2-3 раза вытерли. И смартфон идеальный. Брат айфоном пользуется. Я взял просто какой-то малыш. Не том дело, что малыш. Он маленький очень для меня. Я практически четверть экрана прикрываю пальцами. И там играть вообще практически невозможно. Все время присматриваться или в интернете. То здесь более чем достаточно. Живучая батарея. Как вы видели, 3200 мА на 2 дня. Хорошей работы вам данной батареи будет достаточно. Смартфон выглядит красиво, дорого, достойно. Люди обращают на него внимание. Никак он не выглядит дешевым. Солидный, можно так сказать. В комплекте вот такой вот бампер. Вроде бы простенький. Но опять же сзади на тыльной стороне матовое покрытие. Есть заглушки. Такое вот новшество необычное. То есть USB порт закрывает. Наушники тем самым закрывают. Чтобы ни грязь, ни влага не попадала. Тоже считаю отличнейшее решение. Замечательный. Ну и смартфон конечно же очень достойный. Так что друзья, рекомендую к приобретению. Кто думает о покупке данного смартфона. Могу смело рекомендовать. Спасибо друзья за внимание. Что смотрели видео. Подписывайтесь на канал. Кто еще конечно не подписан. Далее будет интересно. Всем удачи. До новых встреч. Пока.